Итак, господа, для храунда поединок в улегчающей своей категории в рамках Гран-при AC Young Eagles Представляем героев этой схватки Спортсмен в синем углу Ему 21 год, официальный вес 63 кг ровно Рост 180-2 сантиметра Профессиональный рекорд 5 побед, 2 поражения Ему базовый стиль ММА Он представляет Республику Казахстан В синем углу Граун Ван Бегболол Его соперник Красному Глу Ему 19 лет, официальный вес 61,6 кг Рост 174 сантиметра Профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение Ему базовый стиль рукобашный бой Он представляет Российскую Федерацию УРУС-Мартан Чеченская Республика Красному Глу Лысый хищник Магомед Мусиханов Рефери поединка Ашот Ашумьян Анапа Испоминается история с моим старым добрым товарищем Магомедом Исмаиловым Которого сначала Сначала называли Лысый Тигр А потом сообразили, что Лысый Тигр Звучит как-то болезненно Комичный И тогда уже пришли к устоявшейся ныне Лысый Хищник Ну и вот, оказывается, он не один Есть полный тезка У который, кстати, очень неплохо, видимо, заряжают с дальней ноги Уж по крайней мере Ну, самое интересное, что Магомед Исмаилов-то вынужденный Лысый Хищник А здесь, так сказать, добровольно Интересно, кстати, что такие рецидивные условно удары То есть повторяющиеся Три раза подряд с ноги срабатывают в корпус Четыре раза подряд Это говорит о некой мысли, которую он проводит То есть часто, мы знаем, прикармливают ногу в корпус в корпус Для того, чтобы человек начал опускать руки И тогда уже пробивают голову То есть некоторые могут целый, не знаю, поединок проводить С одной, в одну лишь точку, чтобы потом один раз ударить голову Ну и попытка перевода Второй поединок Джон О' Джон со Званиэлем Кормье Например, очень хорошо об этом напоминают Потому что хай-кик, которым в итоге победил Джон Джонс Это был, собственно, вообще первый хай-кик, который был в этом поединке И все, что до этого, это была подготовка Получится перевести? Пока нет Хорошо контролирует казахстан спортсмен Попытка апперкота на выходе в исполнении Мусиханова Мы отправили, соответственно Отправил шортоспортсмен И продолжаем В разноименных стойках стоят спортсмены Хорошие внутренние луки, как Бек-Болото И дальние луки, в принципе, неплохо зашли И обратно Уже хорошо получилось Хороший фронткик, фокус Заряжает казахский боец Кстати, опытный, очень опытный казахский боец Относительно состава гран-при Наверное, один из самых опытных Единственное, что вспомнилось, что На этот бой он вышел в перевес А так, за его плечами, 9 боев Из которого выходило поражение 5 побед и 2 ничьих Очень богатый Ужок, да? Для такого возраста Да, конечно 9 боев Причем на приличном уроне Колено хорошо получилось Аперкут непонятно, насколько точно зашел А там немножко смазано вышло А вот колено зашло хорошо Если так активно начал Мусиханов И старт, да, там отрезок поединка был за ним То сейчас минута даже больше Предпочтительнее смотрится Ну, поточнее Да, бек-белот Ну, видимо, что-то не пошло в первоначальном плане И я думаю, тут эффективная работа с дальней руки Казахского спортсмена сказывается Попытка перевода в две ноги теперь В исполнении Мусиханова Ну, близко, кстати, скрутить бы еще немножко А вот, посмотрите, сейчас получит зацепа Но сам накрывается тут же Магомед Мусиханов Да, и имея в общем Некоторые показания к доминирующей позиции Сейчас находится в позиции снизу Ну, посмотрите, корпус в голову Достаточно тяжелый, амбитудный удар Исполнение аурана Бек-болота Ну, такой уверенный, уверенный в себе Казахский спортсмен Эта уверенность ему как бы помогает У него есть основания на эту уверенность Так как, все-таки, серьезный опыт заключаем Именно профессиональный опыт Собственно, про его любительскую карьеру Мы практически ничего не знаем Насколько она была богатая или нет Но любительский спорт и профессиональный Это два разных виды спорта Пытается поймать на гильотину Мусиханов Как Роаном неудачно С отключенной и собственной спиной Это очень тяжело сделать Тут же снова улучшает позицию Казахский боец Это первый раунд за ним Судя по всему Да, было хорошее начало В исполнении Мусиханова Но дальше Казахстанский файтер Действует очень убедительно играм Да, молодец Действительно показывает себя хорошо И, вероятно, забирает этот первый раунд Двадцатого На сегодня ему поединка Ну, двадцатого поединка этого турнира Шесть часов уже практически мы в прямом эфире И нет, мы не жалуемся У нас заканчивается Это, наверное, не наш рекорд Да, заканчивается четвертый таргетик Ну, вспоминая, как мы начинали Ну, расскажу немножко, как я впервые появился в телевидении Это была еще Россия 2 На тот момент, я помню, у нас была традиция брать с собой два кофе На тот момент еще капучино Когда заканчивался этот кофе Мой коллега доставал термос кофе Когда заканчивался этот термос кофе Вот там уже доставали энергетики Это были ночные эфиры И я помню, что Выходя из студии Основная машина Основная задача была просто не попасть под машину Это уже было очень неплохо Было ощущение, что просто идешь и начинаешь видеть музыку Так что, в общем, некоторый опыт здесь помогает вести такие длинные эфиры Ну и ваш опыт, Адам, помните на день рождения Рамзана Ахматовича У нас два турнира подряд Да-да Это было нечто невероятное Но, тем не менее, преодолели И сейчас Как с войной эмир Льва Толстого Откроется второе дыхание И спортсмены нам в этом помогают Они проявляют активность Увереннее и увереннее в себе, конечно Казахский спортсмен Руан Бекбалок Учиханов пытается пройти в одну ногу Ну и удалось им это сделать Это первое, если не ошибаюсь Успешное тейкдаун в исполнении Да, у стены не так хорошо получалось А здесь, в пуле, получилось удачнее Именно за счет скручивания Сейчас нужно, конечно же, оттягиваться Что ему и подсказывают угловые Магомеду Мусиханову Ну и насколько он эффективен здесь будет Давайте смотреть Ну да надо ему, конечно, некоторое преимущество Сейчас в этой позиции Обязательно и обозначить, и реализовать Не позволяет подняться Мусиханов в Бекбалоту Ну и очень много, что пробить тоже не получается Да, это важно Пока что больше контроля И мы видим даже активность Снизу Магомеду Мусиханову Заграл спину Моги заправляет Мусиханов А контролируют ли казахские спортсмены? Пытается сбросить себя Малуан Бекбалот Магомеду Мусиханову Одна рука заправляется Ничего себе Вот это да Может быть удушающий Очень плотный захват Но развивает Это Бекбалот Его не до конца пока что сопротивляется Мусиханов Вот это да Казалось бы Железный замок Еще одна попытка Неудачное в исполнении Мусиханова Класс Он сейчас почувствовал, что может это сделать Другой вопрос Насколько сил у него осталось Для пройдения Кстати, братья Магомеда Сейчас он еще и сбросил Да Сбросил Сам Накрыл соперника Рауана Бекбалот И Если первая часть поединка За Мусиханова была То сейчас Бекбалот Переворачивает Да, точно Пятого раунда я имею ввиду Да Переворачивает сейчас Пятого раунда Все и позже Но нужно Мусиханову Конечно же Быстро приходить в себя Очень приятное впечатление Производит конечно Рауан Бекбалот Из такого тяжелого положения выйти Ну и собственно занять еще доминирующих положениях Дорогого стоит Честно говоря еще некоторых успешных нот хочется увидеть и от Магомеда И посмотрите свик какой И вот собственно они Короче переворот И есть Вполне себе возможность Сейчас Снова забрать себе концовку и вместе с ней раунд Просто например даже побить Особенно ничего не придумывая Да и сейчас очередная попытка забрать шею соперника И сейчас уже на опыте Можно некоторые Ошибки Исключить 40 секунд остается до конца Это и подсказывает Мусиханову Ему не стоит сейчас Слишком много сил тратить 30 секунд уже Да Сейчас нужно контролировать наверное этот раунд Смотрите снимает Снимает себя Оппонента Казахский спортсмен Ну опытный Опытный Ничего не скажешь Обратите внимание Выйдет сейчас Выйдет Да Выйдет Раундом И нас ждет Что называется Решающая пятиминутка Да Вполне вероятно Ну судьям конечно виднее Мы Как бы не являемся Профессионалами в этой сфере Наша задача все-таки общая конва поединка А судейство это математический Можно сказать Сплат Опять так это предположение Как оно там на самом деле подсчитано Увидено Да если честно казалось После первого раунда Что там Дэкболат Явно превосходит свою соперники Представляете А помните мы с вами обсуждали Вот ту страшную аварию Которая все время в Грозном Произошла И вот Только два бойца Они увы сегодня здесь Один в роли тренера Другой в роли главного судей Вот некуда Конечно Такой интересный момент Я не уверен что до этого здесь они Встречались снова Здесь на том же месте Они Вот главный судей Уже не первый турнир Здесь работает И они здесь были И раз Да они здесь были В военном они туда одновременно Были Пару сушек Такой вот интересный факт Так Снова пошел сразу в проход И аналогично Только ты отдохнул У тебя больше шансов Соответственно на успех Ну и собственно Третий решающий раунд Он обязывает Потому что Идти вперед Посмотрите Лагомед Мусеха Вроде бы Бэкграунд ударной Рукопашный бой В большей степени Но нужен его борцовский Поэтому И как он хорошо В принципе борется И делает на эту ставку Да Он нужны борцовские навыки Поэтому он использует их И мы видим что В общем то В некоторых случаях Вполне успешно Да Посмотрим На сколько Хватит его На второй раунд Он видит что Он физически В плане вот мощи Где-то И комплект Уступает своему сопернику Но Интересно С точки зрения Гран-при Наверно было бы Интереснее Чтобы Международная составляющая Продолжалась Чтобы вперед Прошел Казахстанский спортсмен С точки зрения Местной То бишь Основной публики Большинство все-таки Турниров проходит Был бы интереснее Чтобы Магомед Прошел дальше Ну кстати Вот предыдущий победитель Да Победитель предыдущего Поединка Микаил Шусенов Он С одного зала Не то что Одно публиковали С одного зала С Магомедом Исихановым И готовились вместе Вот Сейчас Фотографиями Их тренер вчера скидывал Как они Вместе Восстанавливаются То есть Если Они К примеру Встретятся В следующем этапе В эфир Мы не можем это вывести Да К сожалению Но Интересно Такая картинка интересная Да Ну то есть Лежат условно Спортсмены Все Ну поймите Просто сбок Это очень тяжелый процесс Лежат 4 человека в комнате Все соответственно Под капельницами Я так понимаю Экапы там Птизораствор Какие-то еще вещи Типа Верховы И так далее А вот Там кстати Каждый тренер Подбирает сам Состав Этих процедур Ну а тем временем У нас уже почти половина Третьего рауна позади И мы видим Что Больше контролирует Больше Проявляет активности Магомед Мусиханов Попытка Сейчас выйти на рычаг Локтя В исполнении Рауана Бекболота Треугольник даже Обратите внимание Треугольник взял И очень даже вероятно Что получится А нет Вот рычаг И посмотрите как Пытается вынуть Мусиханов Руку свою Защита от треугольника Тоже вполне классическая Вопрос в реализации Сейчас вот В общем-то Очень многое есть Для того Чтобы досрочно завершить Вопрос в руке Если прижать Локоть Руку Соответственно Плотнее К Магомеду Казахстанский Спортсмен Имеет все шансы Для удушающего И подкрутить бедра Немножко еще Да Две минуты Там просто беззащитно Практически Избивается Рауан Бекболот Очень простая Ситуация Для Магомеда Мусиханова Не останавливает Попытка Держит обычных Спортсменов Тяжело 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 Всем весом Практически Закрыт Остановка Я думаю Может быть Чуть раньше Честно говоря И я так думаю Но Опять же Я так понимаю Тяжело 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 Тяга Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...